МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любитель цветастых носков в очередной раз провалил проверку на человечность и демократию. Но если бы только он, кто еще из политиков обращается к идеологии коричневого волка? С настолько факты, выводы делать вам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стартуем с родины фашистов. Фашизма Италии. Именно оттуда берет свое начало гитлеровская идеология. Фюрер в своем письме Муссолини писал, что без черной рубашки не было бы и коричневой. Кстати, черные рубашки во Взоне до сих пор не под запретом, как и гимны Муссолини. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внучка Внучка Дуче, например, до 2020-го заседала в Европарламенте, будучи основательницей неофашистской партии. С высоких трибун заявляла, что гордится дедом. И это все в 21 веке. Был поход за брюссельским мандатом и управнука диктатора. Правда, Гай Юлий Цезарь, это его имя и фамилия, не победил на выборах. Сам он обвинил в этом Фейсбук. Платформа заблокировала его страницы для общения с избирателями. Особенно сильно оскандалилась Александра Муссолини в конце нулевых, когда в эфире главного телеканала страны заявила, что лучше быть фашистом, чем гомосексуалистом. Также внучка главного фашиста неоднократно заявляла, что только мой дед чувствовал ответственность и любовь к Италии. Знатно взбаламутила Александра Италию и ЕС 25 апреля 2016-го. Это день освобождения Италии от фашизма. Женщина заявила, что это не праздник для ее семьи. Впрочем, дальше судьба идейной вдохновительницы нынешнего премьера Джорджа Мелони взяла совсем фантастический вектор. Внучка Бенита Муссолини объявила о завершении политической карьеры, призналась, что к этому решению ее подтолкнуло участие в популярной телепрограмме «Танцуя со звездами». Это был фантастический опыт. Раньше я никогда не танцевала и не занималась на курсах танцев. В своем роде это был также экстремальный опыт, потому что мне пришлось учиться хореографии у профессионала. Однако это позволило мне познать многие аспекты собственной личности, о которых я не догадывалась и которые, видимо, были скрыты, рассказал Александра в интервью. Более того, Александра, еще недавно обещавшая носить в Европарламенте майку с надписью «Да здравствуй, дедушка!», стал активисткой ЛГБТ. Такие перемены окончательно рассорили ее с премьером Мелони. Хотя и эта дама тоже умеет попадать в истории. В годовщину памяти казненных нацистами жителей Аппинин Мелони выступила с обращением. 335 невинных итальянцев были убиты только потому, что они были итальянцами. Фраза вызвала дикий скандал и призывы подать Мелони в отставку. Причина – политик намеренно, по мнению многих, опустила тот факт, что казненные были партизанами. Конечно, Мелони отнекивалась, но вот вам список ее правительства. Министр образования Паула Франсинетси – постоянный гость маршала СС. Августу Монтарули засекли во время паломничества к могиле Муссолини. Или вот Клаудио Дуригон. Он и вовсе предлагал переименовать один из центральных парков Рима в честь Муссолини. Лидер итальянских левых Николай Фратаяни удивился. Это люди, которые никогда не симпатизировали нацистам? Все это не смешно и опасно. Лоренцо Тамбелли из антифашистской группы Аннет написал в свой твиттер. Значит, младший министр со свастикой на руке может присягать на антифашистской конституции? Италия коснулась дна. У таких высокопоставленных людей их личное мнение в любом случае уже не просто их личное мнение. Это еще так или иначе пример пропаганды этих взглядов. Они так или иначе попадают на первые полосы газеты или в эфиры. Их позиция тем самым есть не что иное, как поддержка того, куда они ходят. Будь то марша СС, куда ходит министр образования Пауло Франсинетти. Или поддержка идей Муссолини Клаудио Дуригоном, который хочет в честь Муссолини назвать площади или улицы. Реальные наследники нацистского режима все же есть. Организации, в которых популярны руны, гитлеровские гимны и символика рейха, имеют своих сторонников по всей Европе. В поиске сторонников современные любители Гитлера отправились в интернет. Имиджборды, анонимные форумы стали свободным цветником для самых разных воззрений. Немногим известно, что параллельно европейские радикалы облюбовали анонимный мессенджер Телеграм. Вместе с американскими единомышленниками они создали в нем целую сеть каналов со смешными картинками и обсуждениями. Как раз таки там можно найти и антисемитизм с теориями заговора, и разговоры о расовом превосходстве и мечты о тоталитарном государстве с этническими чистками. Я считаю, что современная европейская элита в своем большинстве сорвала с себя маски и выразительно показывает, насколько ее духу соответствует политика нацизма. Призывы властей снести памятники советским воинам-освободителям яркое свидетельство того, что современная европейская элита во многом, к сожалению, является духовным наследником нацизма и той политики, которую проводил нацистский рейх. Хотя, чего удивляться, мы же помним, где после войны спокойно работали самые отъявленные нацисты. Бывших убийц любого ранга пачками нанимали ФБР и ЦРУ. Они возглавляли подразделения в НАТО, создавали радиосвобода. Спустя всего пару лет после Нюрнбергского процесса со многих нацистских преступников обвинения и вовсе сняли. Что дало им право занимать государственные должности. Лидеры Третьего рейха прямиком из тюремных застенков вернулись в немецкий парламент. Я верю в исключительность американцев от всей души. Такую фразу любил произносить Барак Обама на своих митингах. Казалось бы, просто популизм. Однако аналитики все чаще говорят о том, что логика мыслей в таких словах стара как мир. И где-то это мы уже слышали. Начиная с 1945 года, более третий государств-членов ООН, а именно 69 стран, в той или иной степени пострадали от американской политики современного фашизма. Военное вторжение, свержение правительства, подавление народных движений, бомбежки и осады, тактично называемые санкциями. И ни один из этих случаев не обходился без лжи. Я верю в исключительность американцев всеми фибрами души. Это высказывание Обамы вызывает в памяти национальный фетишизм гитлеровской Германии 1930-х годов. Идеология исключительности – лучший способ промывки мозгов. Так, многие американцы не догадываются, что нацистскую военную машину уничтожила Красная Армия ценой 13 миллионов солдатских жизней. Риторика, что во Второй мировой войне победили США и союзники, нам давно знакома. И это при том, что многие бизнесмены, тот же Генри Форд, до последнего спонсировали нацистов. И вроде еще не так давно многие были уверены, что идеи превосходства нации или государства над другими остались в прошлом. Но современная геополитика стремительно затирает уроки истории. Казалось бы, мировое сообщество после падения нацистской Германии, осознав всю опасность этого явления для человечества, станет намного бдительнее и больше не допустит его возрождения. К сожалению, это не так. Нацизм в качественным образом трансформированных, менее уловимых для взгляда формах, процветает на наших глазах, базируясь на идее исключительности, предполагающей возвышение народа и государства, их истории, культуры и экономики на фоне и за счет других народов и государств. В подтверждении еще одно из речений от любителя танцев и вечеринок Бориса Джонсона. У него свои победители и свои герои. Именно поэтому Запад выиграл с союзниками Вторую мировую войну. Кстати говоря, с украинской помощью. Конечно, американцы и британцы в этом плане хитрее итальянцев, и никто со свастикой на плечах не ходит. Идеи превосходства как характерного признака неонацистской идеологии сегодня наиболее отчетливо проявляются в политико-правовой повестке ряда западных стран, в первую очередь США. Поставив во главу угла собственное в том или ином виде превосходство, США последовательно препятствуют нормальному развитию других государств, целенаправленно замедляют процессы деколонизации, вмешиваются во внутриполитические дела, тем самым лишая тех права на обретение полной экономической и культурной независимости. Но и СВО в Украине окончательно развеяло миф о дружбе и доказало, их отношение к нам ничуть не лучше, чем у нацистов. Правильность такова, что русские не европейцы. Русские, как ясно выразился господин Данилов, имеют другую культуру. Русские азиаты. И в конечном итоге они действительно произошли от монголов. Они действительно происходят из группы, господин президент, господин депутат, людей, которые хотят быть рабами и хотят, чтобы ими руководили, как это было во времена Чунгисхана. И поэтому я бы хотел, чтобы остальная Европа, западный мир поняли, что Европа заканчивается на Украине. Мы защищаем европейские и западные ценности так же, как это делали сотни, сотни, тысячи лет назад, когда пришли монголы. Я не знаю каждого русского. Я скажу, что происходящее в Кремле и то, что делает каждый русский, поддерживающий решение Владимира Путина, это не имеет ничего общего с человеком. Их нельзя называть людьми. По сути, они враги человечества. И такая риторика не случайна. Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявлял, что убийство русских – лучшее, на что когда-либо были потрачены деньги американских налогоплательщиков. МИД России сравнил подобную риторику со взглядами Третьего Рейха. Любопытно, что если сравнить конкретные формулировки в документах системообразующих политических партий США, в речах американских политических лидеров с воззрениями лидеров нацистской Германии, то нетрудно обнаружить схожесть многих смысловых посылов. Дабы не быть голословным, несколько конкретных примеров. Качество германского народа уникальное. Я никогда не позволю себя убедить, что любая другая нация может стать лучшего качества. Я придерживаюсь убеждения, что наш народ, особенно сегодня, с его постоянным расовым совершенствованием, представляет собой величайшую возможную ценность, которая существует где-либо на Земле в настоящее время. Извиняться за отстаивание американских интересов США ни перед кем не намерены. Почему? Потому что американцы – самая выдающаяся нация на Земле. Мы верим в американскую исключительность. Мы верим, что Соединенные Штаты Америки не похожи ни на одно другое государство на планете. Мы верим, что Америка является исключительной страной вследствие той роли, которую она играла в истории. Вначале как страна-убежище, затем как страна-защитница и, наконец, как образец свободы для всего остального мира. После такого, чего уж удивляться, публичным выступлением американских политиков. Поддержала в своих речах косвенно идеи нацизма конгрессвумен Мэри Миллер. Женщина заявила, что Гитлер был прав. После скандала она добавила, что имела в виду его взгляд на развитие молодежи. Спасло не сильно. Настоящий фашизм сегодня, он не со свастикой, он со звездно-полосатым планом. Современная Америка является по существу фашистским государством, которое дискриминирует, унижает, уничтожает весь остальной мир. И сегодня они объявили своими врагами русских. Они призывают к этническому геноциду нашего народа. Это абсолютно неприемлемо, это абсолютно недопустимо. По мнению экспертов, идеология исключительности США это нацизм в новой форме, который направлен на нивелирование стремлений международного сообщества по достижению многополярного мира. Жизненно важная система мироустройства для всего человечества. Бедняков и неблагополучных граждан следует стерилизовать. Они дают некачественное потомство. Такую историю в 2020 году предложила внедрить Галина Третьякова, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. И да, речь про Украину. И да, она депутат от партии Зеленского, слуга народа. Между тем, Третьякова вполне могла бы упомянуть в этом выступлении Адольфа Гитлера, который лично подписал закон о принудительной стерилизации неполноценных граждан. В их число входили бездомные и бродяги, слепоглухонемые, больные слабоумием, эпилепсией и шизофренией, а также евреи, африканцы, ениши и цыгане. Для осуществления этих мер были созданы специальные суды, а общее число насильственно стерилизованных составило от 300 тысяч до полумиллиона людей, многие из которых погибли в концентрационных лагерях смерти. Подобная политика практиковалась и в других странах мира, например, в Швеции или США. Принудительная стерилизация проводилась там вплоть до 60-х годов. Такие мысли наверняка понравились бы не только Зеленскому о нем позже, а главе Польши Анжи Дуди. Кадры из августа 2022-го. Справа президент Польши. Дуда не только возложил цветы в памятнику воинов украинской повстанческой армии, но еще преклонил колено перед бандеровцами. Это довольно обычная на протяжении многих даже веков политическая линия польской элиты с желанием как-нибудь так изогнуться и извернуться, чтобы за чужой счет удовлетворить свои интересы. Поэтому они готовы даже на такое вот унижение своей собственной исторической памяти ради того, чтобы выиграть что-то. А выиграть они хотят, понятное дело, за счет той же самой Украины, которую якобы поддерживают. Им интересно, чтобы Украина как можно сильнее пострадала в конфликте с Россией, и тогда у них будет больше шансов что-нибудь у Украины оттяпать. Но дело не только в Дуде. Ведь в целом общество той же Польши и Прибалтики через руководство страны воспитывается с мыслями, что нацисты — это герои. И это не штамп пропаганды. Выдержка из материала за 2005 год. Литовский нацизм развивается и нарастает из-за русофобского подстрекательства его американскими ставленниками в литовском руководстве во главе с президентом Адамкусом. Этот бывший солдат гитлеровского вермахта в годы Великой Отечественной войны и офицер американской военной разведки в послевоенное время нынче служит агрессией США и НАТО против России. Именно с этой целью он сам лично возглавил антироссийскую истерию о советской оккупации Литвы, под ширмой которой скрывается подлинное лицо литовского национализма с его многолетней кровавой историей. Написано почти 20 лет назад, а все как сегодня. Не находите? И, наконец, Владимир Зеленский и провал в парламенте Канады. Дело пытались замять. Даже обвинили украинскую диаспору в Канаде. Мол, купленные Кремлем организовали провокацию с Ярославом Гуньки, нацистским преступником. Грядут проблемы, уверены даже украинские эксперты, где независимых совсем не осталось. Это не украинская сторона привела этого человека о канадце, но в итоге это серьезная болезненная ошибка, которая на руку российской информационной машине. То, как СМИ подхватили эту историю и стали раскручивать, показало, что сформировалась стойкая тенденция. Новости из Украины и об Украине подавать в критическом ключе. Думаю, что главная причина этого отсутствие серьезных успехов в контрнаступлении, новые обвинения в коррупции и публичная критика наших союзников Киева по этим и другим поводам. Это сформировало общую тональность и вызывает тревогу. К слову, на момент записи программы внятной реакции от Офиса президента Украины не последовало. Но пометуя бесконечные вереницы шевронов СС на солдатах ВСУ и предложениях стерилизовать украинцев, кажется, что Зеленскому и компании, видимо, и не за что извиняться. Надеюсь, теперь и вам это будет понятно. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok